Первый, опять вы садитесь, две руки бросаете и сразу же смещаетесь. Теперь смотрите, есть здесь колено. Все, отсюда можно просто сбивать, либо вы перекручиваете, ставите в этом положении. Одно, второе. А мы прыжать надо? За счет его запах. Здесь же, сейчас начнете просто импровизировать. Опять же встали, можно вперед и округлить. Видите, появляется окно. Вышли в этом положении. Дальше, отсюда вкрутили сюда. И отсюда же, смотрите, уходите в это положение, а затем меняете. Перекрываю его, здесь добавляем. Еще раз, тоже быстро. Сам проходит, смотрите, вы встали, две руки вперед крутили, пошли сюда, а потом уходите. Уже по-другому получается. То есть провал совершенно в другую сторону идет. Первое закручивание, то, что мы делали. Скрутка сюда, потом вы по направлению смотрите, в треугольник забивали. Еще раз, прихват есть. Вот он, крутили в этом плане. Здесь нога тоже. Вот в этом варианте, смотрите, вы можете, как нога сюда идет, продолжать крутиться. Так, в этом же варианте вы показываете сюда, а потом уходите в другую сторону. Видите, вы начинаете управлять. Отсюда же, смотрите. Забросили, просто в момент сопротивления. И нога уже другая. Уходила сюда, теперь вы уходите вот тут. Да, да. Похоже на то, что мы с руками. Не важно. Ваша задача, подходите, начинаете немножко управлять крючком. То есть вышли через рычаг. Он все время держит. Как боли-то появляется, начинает оболить. То есть, используя акробатику, вот он вышел, вы его снова поставили, раз, подкатали. Оп-па. Вот, покатали. Где-то можете палку подвести туда ее, поправить. Оп, в последний момент. И вот нога. Можете палку подвести, переверить, развести под ногу. Оп-па. И опять рукой тоже, если даете ему направление движения, вам его перед границей. Здесь, но задача, где-то выдержите, чтобы... И он спит, а вы свободным рычагом, и этим рычагом шевелки. Любые удары наносите, он активно уходит, скручивается. Вот, он раз, два, три, четыре, пять. И потом, в какой-то момент ему говорится, стоп, вот у него поза какая-то. Откуда-то, а вот так можно оправить. Здесь на работе. Опять начинаете гонять его, раз, стоп, стоп. По его позе смотрим, куда можно вносить удары. Удары не один, а метр. То есть, нанесли удар вверх. После команды стоп, вы им управляете. Пошел сейчас. Раз, два. Гребят, палку не отталкивать, только скручиваться, уходить, не мешая движения палки. Вы его цепляете, он начинает уходить. По ходу избегает, вы его все время начинаете подхватывать. Только он не бегает бесконечно, чтобы мы опять, наоборот, ко мне. Вы его взяли, просто где-то берете, нагружаете. Одна, другая, третья. Все время у него ощущения, он начинает ловить. Не нужно бросать ее чересчур. Достаточно мощный бросок идет. Свободный. Идет выброс. То есть, вот, пошли. Опять же, сейчас аккуратно, смотрите. Раз, два. Туда же. Здесь же ушли, встали. Рычаг есть, через рычаг нанесли удар. Опять же, колено здесь может наносить, наносить. Здесь есть, выносите. Обсуда тоже можно. Различные варианты. Еще раз. Пошли, сняли. Здесь есть колено. И навстречу друг другу. Все сметаете. Выходит. Забор есть, и не выполните. Сюда. Принцип опять будет. Бьете. Сместили. Забор. Встречайте. Потом на медленную работу опять же переходите. Раз, два, три. Держи руками, палку, держи. Держи. Входите вот куда. Перенаправление в руку. То есть, вы пошли и сразу, опа, вот туда ушли. Свободно. Ушли. Здесь есть опять нога. Она может зацепить. Какая разница? Что нога, что рука. Принцип опять же, дистанция. Вот это, ага. Идете тоже сам, опа, ушли ногой, сняли, как рукой. Отсюда сразу, ну, сняли. Опа. Хотя бы простейший выпад. Разорвать можно, кувырок продолжить. Здесь, пошли, оп, видите, его вносим. То есть, идете уже навстречу. Еще раз медленно. Пошли. Бьете. И еще. Принцип. Раз, два, три, четыре. В этом положении уже понятно, что делать. Ваша задача, вы можете уходить, как варианты тоже различные. Плюсы использования момента. Смотрите, вот есть варианты. В этом же, вот вы выставили. Можно выбивать колено, можно выбивать сюда. И здесь уже перенаправление. Есть отсюда, есть отсюда. Есть опять же через рычаг, когда вы можете еще его и ручкой сбить. Терпи. С ножом многие ждут момента укола. Идет укол, ждут, ждут, потом начинает закрываться. Можно заранее использовать. То есть, вы пошли, и вы можете уходить сами. Можно работать на ноги. Здесь же, в этом же, да, вы закрываетесь, но вы еще и срабатываете в этом варианте. Здесь идет забор, можно через рычаг, можно просто удары делать. Можно через эту, подтягиваете его, через рычаг подтягиваете, отдаете. Либо уже отсюда же, через рычаги бьете. То есть, здесь натянули, отпускаем, наносите удар. Опять же, идет укол. Не обязательно быть в роли жертвы находиться. Вы пошли, вы смещаетесь. И вот здесь же можно вставать, опять же, убивать. Здесь наносить ударом, либо перед лечебой. Опять его можно хватать, упреждать. Есть нога, можно ногу использовать тоже. Плюс еще и палка, которая держит ее. Идет то же самое. Нога может снимать. Здесь вы его вывели, рычаг идет. Плюс сюда можно подбить. Либо вы, опять же, бья сюда, делаете скользящий. Хоп, и туда натягиваете. Можно и болевой, и там на кисть. Есть какой вариант. Вот опять же, та же расслабленность, нестандартное поведение. Вот вроде бы далеко, да, идет замах. Еще раз. Идет, и вы можете вот-вот туда определять. На конец палки работать. Идет один удар, тут же проворачиваетесь, идет второй удар. То есть, вот именно вот этот удар. Опять же, смотрите, вы кидаетесь, вы можете кинуться туда и здесь уже сработает. На саму ногу вытащить ее. Тут опять доработает. Уже, ища какие-то другие там моменты, либо через рычаги, либо здесь уже, перекрывая ему ноги. Вот это вы смотрите как. Тут, видите, тут бесполезно. Как можно ближе к рукам, вы можете сами уже при этом смещаться. Руки, они как дополнение. Они могут и здесь, вот есть вариант. То есть, вот такие короткие прихваты. Сюда, сюда. Потом, здесь раз есть, этот перехват чуть-чуть. Конец идет сразу же сюда. Уже идет упреждение. Чуть-чуть побольше. Опять же, короткий может, отсюда может идти удар. Можно использовать. Здесь уже боктевой сгиб есть. Можно подтягивать. То есть, ищите. Теперь, снимаете, направляете. И это, открываете. Все. Отсюда можно вытаскивать, наносить. Либо как она есть. Опять же, через рычаг его подсунуть можно. Ну, уже. Сюда. Это немножко времени. Тем более, срех дистанция вот такая. И здесь вы качаетесь время. Поэтому, вот то, что давал Олег, когда ему на одну руку. Вы идете, вы сразу. Оп-па. А руку. И прихватываете. Здесь уже идет укол. Первый способ. Тут же вы начинаете использовать нож свой. Либо вы просто подрезаете. Забираете уже потом. Чем хорош острый нож, он сразу, не надо говорить, чтобы отпускал. Ну да. Вы ушли. Здесь забрали. Забрали. И опять же, уже можно использовать. И опять идет укол. Ушли. Идет забор. И использование палки как рычага. Дальше идет удар. Свободно, мягко ищите. Как варианты. Просто смотрите. Взбивание. Рычаг. Подрезание. Укол. Укол. Ушли. Простые варианты тоже. Как есть здесь. Можно тянуться за палкой. Можно смотреть. Можно просто палку убрать в сторону. Он падает. То есть используйте. Палка показывает всегда рычаг. Ушли. Забор. Забор. Здесь посмотрели. Можно опять же ножом прихватить уже. Здесь навстречу. Ушли. Идет сюда перебор. Палка тоже работает как рычаг. Все. Вот он держит. Смотрите. Отсюда может опять же. То есть медленная работа вам позволяет сейчас отследить. Что и как вы делаете. Сюда пошли. Есть здесь. Смотрите. Видите рычаг. И вы опять же с подрезанием. Начинаете делать рычагом. И подрезание. Да. Вариант броска. Ушли. Поповоткнули. Здесь перебор. Палка. И рычаг. Опять же. Забрали. Сюда навстречу выводите. Через палку. Подрезание. Забор. На конвоирование можно забирать. Рука сама попадает. Понятно, да? Не субтитры. Не субтитры Палка. Я не субтитры.